МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учащиеся школ провели акцию «Георгиевская лента». Избран председатель городского совета. Новое восточное единоборство теперь и в нашем городе. А теперь об этих и других событиях подробнее. Почти две тысячи водителей нарушили правила на дорогах Смоленщины за минувшие выходные. Дорожными полицейскими выявлено 54 человека, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Ещё 18 отказались проходить медосвидетельствование. В Смоленской области стартовал благотворительный марафон «Низкий поклон вам, ветераны». Все собранные средства пойдут на оказание адресной материальной помощи остро нуждающимся ветеранам и труженикам тыла. Принять участие и внести свою лепту в общее благое дело может каждый. Марафон продлится до 30 июня. Вот отгремел праздничный салют в честь самого главного праздника нашей страны – Дня Победы. 9 мая сотни горожан вышли на улицу, чтобы пройти в колонне бессмертного полка, поклониться могилам героев, посадить сирень Победы. Как Десногорск отметил 71-ю годовщину Победы, смотрите в нашем сюжете. С самого утра на дороге напротив седьмого дома второго микрорайона начали формировать праздничную колонну. Возглавляли её десногорцы с портретами своих воевавших родственников. За бессмертным полком пошли трудовые коллективы, предприятия организации Десногорска и остальные горожане. Праздничная колонна прошествовала по городу до Кургана Славы, где состоялся торжественный митинг и возложение венков и цветов к могилам воинов. Здесь же все желающие могли посадить сирень Победы, продолжив прошлогоднюю акцию. В полдень на площади перед Дворцом молодёжи выступил ансамбль «Гармония» ветеранов Смоленской АЭС. В это же время в центре города начали работать аттракционы для детей и торговые ряды. В этот праздничный день на летней эстраде перед десногорцами выступили коллектив «Кудесы» и симфонический оркестр из Смоленска – творческие коллективы городского центра «Досуга». Ровно в 19.00 была объявлена Всероссийская минута молчания. Марина Буракова, ученица 11-го А-класса 2-й школы Десногорска, стала призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. С этим её поздравил глава администрации нашего города Вячеслав Сидунков и вручил денежную премию. Мы также поздравляем Марину и желаем ей успешной сдачи ЕГЭ. 7 мая специалисты ГИМС МЧС России патрулировали водные объекты Смоленска и Десногорска. С рыбаками и отдыхающими беседовали о безопасном поведении на воде. У владельцев катеров, гидроциклов и моторных лодок инспекторы проверяли документы. Учащиеся общеобразовательных организаций Десногорска приняли участие в акции «Георгиевская лента». Каждая школа и дом творчества изготовили полотно размером 3 на метр двадцать, а 6 мая у городской эстрады пять кусков соединили в одну общую ленту. Подробности вы узнаете далее. После того, как куски ленты были соединены в одну целую, участники акции прошли с ней под музыку и патриотические песни по улицам нашего города. Подобным образом «Георгиевская лента» в Десногорске проводится впервые. Как появилась идея, нам рассказала педагог Дома детского творчества Елена Гурьянова. В первую очередь для меня она была информационной, потому что, разговаривая с ребятами школы вожатых, руководителем которой я являюсь, я поняла, что многие ребята не знают, что такое «Георгиевская ленточка», ее история, что означает цвета этой «Георгиевской ленточки». И мы решили подготовить презентацию, показать ее в школе, а потом, опираясь на опыт прошлого года в организации «Флэшмоба», мы решили все-таки сделать эту акцию массовой. К всеобщему удивлению, в акции приняли участие не только школьники, но и большое количество десногорской молодежи. Для меня это память о великой победе, о том, что сделали наши деды, прадеды. Это великий подвиг, который мы не должны забывать, мы должны его всегда помнить и передавать из поколения в поколение. Это гордость, гордость за дедов, за прадедов, которые воевали, ну и это, ну, гордость. У тебя есть в семье кто воевал? Да, у меня был прадед, прадед Миша, он был лейтенантом. Последний и завершающий этап акции прошел 9 мая в день Великой Победы на Кургане Славы. Изображение Смоленска может появиться на российских купюрах. Речь идет о новых банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей. Сейчас идет сбор подписей под петицией, а затем она будет направлена в адрес Центробанка. Изготовление памятника семикратному олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике Николаю Андрианову поручили смоленским мастерам. Четырехметровая фигура спортсмена будет отлита из бронзы на одном из сталилитейных предприятий Катани. Предполагается, что церемония открытия памятника пройдет во Владимире и будет приурочена к проведению форума «Россия – спортивная держава». На 25-й очередной сессии Десногорского городского совета тайным голосованием был избран председатель. Так кто возглавит совет депутатов, вы узнаете в нашем следующем сюжете. 10 мая на заседании Горсовета основным вопросом в повестке дня был вопрос о выборах председателя совета из состава депутатов четвертого созыва. После обсуждения остановились на одной кандидатуре – это Владимир Блохим. Владимир Николаевич – человек, известный в городе, много лет руководит Смоленск Атомтехэнерго и зарекомендовал себя положительно. Предложили проголосовать тайно, избрали и утвердили счетную комиссию. Процедура голосования прошла в зале заседаний. После обработки подсчета большинством голосов председателем был избран Владимир Николаевич Блохин. Мне очень приятно, что депутаты мне вновь, второй раз, можно сказать, на этом созыве оказали доверие и единогласно меня избрали своим руководителем. Полномочия нового председателя вступят в силу с даты вступления в должность главы муниципального образования город Десногорск, который будет избран депутатами 17 мая. Переходим к новостям спорта. В конце апреля в Твери проходил чемпионат России по мастрестлингу. Смоленин Виктор Калибабчук в очередной раз подтвердил звание чемпиона в весе свыше 120 килограммов, заняв первое место. Теперь Виктор будет отстаивать честь Родины на чемпионате Европы. Воспитанник Смоленской специализированной школы Олимпийского резерва мастер спорта Дмитрий Комиссаров занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате России по фехтованию. В настоящее время Дмитрий кандидат в сборную России. Десногорску тоже есть чем гордиться. Наш город стал первым в России, где открылось представительство Европейской ассоциации «Хайдонг-Гумдо». В течение трех дней у нас проходил международный семинар по корейскому боевому искусству фехтования на мечах. Больше года десногорские любители восточных единоборств вели переговоры с мастером Ханом о его визите. Отметим, что для президента Европейской ассоциации «Хайдонг-Гумдо» корейца Санга Хён Хана знакомство с Россией началось с Десногорска. И несмотря на определенные языковые сложности в общении, семинар оказался очень плодотворным. Поучиться у мастера Хана, получить его бесценные уроки, приехали представители клубов различных единоборств из Москвы, Подмосковья, Рославля и Смоленска. А среди десногорских любителей боевых искусств было много детворы. Мы на этот семинар приехали специально для обучения технике, потому что на данный момент в России и в мире не существует какого-то определенного видео или каких-то книг по разбору техники именно «Хайдонг-Гумдо». И мы очень ждали этот семинар, приезда мастера, чтобы он объяснил нам, как нужно выполнять какие-либо движения, какие базовые, какие формы. Санг Хён Хан провел четыре практические тренировки, подробно разбирая упражнения, обсуждая задания и отвечая на вопросы. Уже к концу занятий девять юных десногорцев успешно сдали аттестационный экзамен на бело-желтый пояс по «Хайдонг-Гумдо». Пошел ножками, уже можно заниматься. И пока не может уже ходить ножками. То есть возраст от пяти лет и до глубокой старости. В ближайшее время наши спортсмены примут участие в чемпионате Европы, куда их уже пригласили. А пока последователи философии «Хайдонг-Гумдо» ждут упорные тренировки по разрубанию бумаги на точность, гашении свечей мечом и руками и в освоении танца с мечом. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин